Ремонт которого ждали больше 30 лет. Это весной в Черкесской детской поликлинике стартует масштабная реконструкция. Такое решение принял глава республики Рашид Семрезов во время своего визита в это медучреждение. Здание действительно нуждается в капитальном ремонте, которого оно не видело с момента постройки, из-за чего там даже пришлось закрыть отделение физиотерапии. Но после реконструкции поликлиники его работу возобновят. Плюс обновят лечебно-диагностическое оборудование, а организацию работы в целом выстроят по принципу умной поликлиники. О том, в каких условиях сейчас оказывается медпомощь детскому населению Черкеска, нам рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе детской многопрофильной республиканской больницы Изабыла Тлябичева. Здравствуйте, Изабыла Залимовна. Глава республики объявил, что вашу детскую поликлинику ждет масштабная реконструкция. Скажите, действительно ли была необходимость? Как давно в вашем учреждении проводился ремонт? Глава нашей республики Рашид Борисбевич Тимрезов посетил нашу поликлинику с целью ознакомления с условиями работы поликлиники, ознакомиться с состоянием здания нашего. Надо сказать, что наша поликлиника функционирует в 1989 году. Это здание было построено в 1989 году. Здание нетиповое, приспособленное. То есть мы в помещении приспосабливаем свои кабинеты, условия, чтобы обслуживать детей. И таким образом, нам, конечно же, нужен ремонт. Капитальный ремонт в здании проводился очень давно. То есть капитальный ремонт проводился в регистратуре в 2018 году. И два этажа, четвертый и третий этаж. Остальные этажи у нас пока без ремонта. То есть с косметическим ремонтом. Особое внимание заслуживает это второй этаж нашей детской поликлиники. Это левое крыло, где ранее располагалось физиотделение. Значит, физиотделение у нас, конечно же, востребовано, поскольку там проводится большая часть лабораторных диагностических исследований, которые необходимы нашим детям. Но поскольку оно находилось в аварийном состоянии, то есть непригодном для посещения детьми, его перенесли в детскую больницу на Грибоедово-77, то есть в наше головное учреждение. Вот сейчас оно закрыто на ремонт, это отделение, и практически не функционирует. Также требуют ремонта и первый этаж. Вот лифты. Тоже лифты у нас функционируют тоже с даты ввода в эксплуатацию здания. Это с 1989 года. Конечно же, они уже износились. Конечно, они также представляют определенную опасность. В рамках масштабной реконструкции вообще планируется ли обновить материально-техническую базу учреждения? Конечно, нам в поликлинике по программе модернизации поступило оборудование медицинское. У нас и УЗИ аппарат сейчас высокого класса работает. То есть мы можем и высокие диагностические исследования на нем проводить нашим детям. Это очень хорошо. Но, тем не менее, мы также нуждаемся еще в дополнительном оборудовании. По программе национальный проект у нас есть. По программе мы должны на 2024 год запланировать оборудование МИЗРАВ, наше КЧР. Но мы ждем. Конечно же, мы нуждаемся в некоторых видах оборудования. Нам нужен переносной УЗИ аппарат. Почему переносной? Потому что мы проводим диспансеризацию, то есть профилактическое осмотрение совершеннолетних детей в школах, в садах. То есть мы должны иметь переносной УЗИ аппарат. Поскольку в приказе, 514 приказ есть у нас с обязательными обследованиями, УЗИ обследования детям требуются в определенных возрастах. То есть нам нужно хотя бы минимум два переносных УЗИ аппарата. Вот так нам нужен, конечно же, и для офтальмологического кабинета, для лор-кабинета, для хирургического кабинета определенные оборудования. Также у нас есть КТ-аппарат, находится в стационаре для исследования детей. Также у нас есть аппарат фиброгастроскопии, то есть это для диагностики заболеваний ЖКТ и различных других сфер. И также у нас есть холтерский монитор с записью артериального давления ЭКГ. То есть это детям с патологией сердечно-сосудистой системы, неврологическая. Наша регистратура. В 2018 году мы вступали в проект «Бережливая поликлиника». То есть у нас была построена колясочная в связи с проектом. У нас был открыт Центр здоровья для детей республики, отделение медицинской профилактики. И также мы немножко перестроили нашу регистратуру. В каком плане? То есть требовалась доступная, безбарьерная регистратура. То есть мы открытую регистратуру сделали в холле. То есть люди могли свободно подходить, решать свои вопросы. И также мы картотеку сделали. На месте бывшей площади регистратуры старой мы сделали картотеку. То есть у нас теперь все карточки в поликлинике, как это и должно быть, по участкам распределены и так далее. То есть в любой момент при необходимости мы можем найти медицинскую документацию ребенка. И самый главный вопрос, наверное, во время реконструкции. Куда переедет здание? Как будет осуществляться лечебный процесс? Рожид Борисбевич сказал, что реконструкция начнется весной следующего года, 2024 года. За это время мы, конечно, совместно с Мездравым КЧР должны подготовить помещение, где будет располагаться наша поликлиника. То есть это будет либо одно помещение, либо несколько как типа филиалов помещений. Пока этот вопрос решается. Но одно, конечно, соплюсти мы должны, это что наши дети должны получить качественную, доступную медицинскую помощь. То есть чтобы наши маленькие пациенты ни в коем случае не страдали. Поэтому я думаю, что мы максимально постараемся создать условия, чтобы люди не почувствовали, что чем-то медицинская помощь оказывается в недостаточном объеме. Прорабатываются вопросы здания, то есть прорабатываются вопросы расположения, в каком районе лучше будет располагаться наша поликлиника, куда переедет, в каком районе. Доступность транспортная, конечно, обязательно должна учитываться. И наша расположенность. То есть мы должны, чтобы нам, конечно, нужно, чтобы все наши службы работали слаженно, чтобы не было никакого разрыва. Поскольку у нас профосмотры идут, они идут и в поликлиники, и с выездом в школу, и в детские сады. То есть нам нужно, опять-таки, чтобы все специалисты, все службы в наибольшем мере были сконцентрированы в одном месте. Давайте напомним вообще, да, какое количество детей обслуживает ваша поликлиника, и сколько специалистов работает здесь, и вообще есть ли нужда в каких-то узких, может быть, специалистах. Ну, у нас всего населения детского города Черкес, в городе Черкесе, 32 667 человек. То есть это, считаю, третья часть населения нашей республики. Все они обслуживаются в нашей детской поликлинике. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену, но практически, фактически у нас доходит до 600 посещений в смену. Ну, это с профосмотрами и так далее, все вместе. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы поликлиника была более современная. Вот сейчас, как по принципу умной поликлиники. В свое время мы участвовали в проекте «Бережливая поликлиника». То есть это и доступность медицинской помощи, без барьерный доступ к регистратору. Мы сделали нашу регистратуру открытую, колясочную сделали для удобства, чтобы коляски ставили не под открытым небом, а вот открытая колясочная. Вот, тоже мы сделали. То есть мы максимально старались приблизить, как бы, условия к комфортным. Но, учитывая, что наше здание не типовое, приспособленное, конечно же, здесь требуется реконструкция. О чем и говорил Рашид Борисбевич, что здесь нужен не только ремонт, но и реконструкция, чтобы максимально приблизить условия нашей поликлиники к комфортным. Вот, то есть это и детские уголки, вот, то есть это может быть даже перепланировка кабинетов и с современным оборудованием. По типу «Умная поликлиника», то есть это поликлиника, которая будет располагать необходимыми площадями, вот, необходимым оборудованием, зонами комфортного пребывания детей. Ну, это и игровые, там, и детей, и родители. То есть это планируется, то есть в современном стиле поликлиника, которая будет удобна для посещения и родителей, и детей. На сегодняшний день, нужно сказать, конечно же, мы испытываем недостаток участковых педиатров. У нас самый большой процент недостает участковых педиатров. Также у нас детский кардиолог, детский невролог нам нужен, врач-ортопед нужен. Остальные специальности уже закрыты, сейчас нет проблем. Конечно же, то, что отсутствие специалистов, создают определенные трудности. То есть дети, не все участки, у нас 34 педиатрических участка, не все они накрыты участковым педиатром. Что создают такие трудности? В каком плане? Что ребенок не может наблюдаться у одного участкового педиатра, поскольку мы прикрепляем к тому, кто есть. Это тоже не есть хорошо. То есть мы стараемся. Сейчас у нас с прошлого года наш институт, Карачаево-Черкесская академия, медицинский институт, уже начали поставлять участковых педиатров. То есть студенты с прошлого года к нам уже пошли. То есть нас это очень радует, поскольку мы надеемся, что укомплектованность участковыми педиатрами станет больше. То есть первичное звено все же таки будет работать более качественно. В прошлом году у нас пришло 4 специалиста из нашего медицинского института. В этом году 5 специалистов пришло. То есть надеемся, что укомплектованность у нас станет лучше. Несмотря на нехватку специалистов, тем не менее, помощь оказывается людям. То есть мы укладываемся в строки оказания медицинской помощи. То есть по программе МС запись специалистов не должна превышать 14 дней. У нас в среднем составляет 3, 6, 8 дней. То есть мы все равно привлекаем врачей-совместители. Вот есть у нас врачи-совместители и окулисты, и кардиолог, то есть врачи из дне, которые ведут эту работу. То есть на качество оказания медицинской помощи, на ее отсутствие ни в коем случае жалоб нет. КОНЕЦ